Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского телеканала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. На проспекте Шахтеров за пять месяцев построили крупнопанельный новый дом. По госпрограмме «Доступное жилье-2020» дома уже готовы к сдаче. Мастер по дереву из Шахтинска продал мечи собственного производства Нурсултану Назарбаеву. Нурсултан Абишевич подошел ко мне на ярмарке, посвященной 550-летию казахского ханства. Купил у меня несколько мечей. Это большая честь для меня. В шахтерской столице разработали новый антипаразитарный препарат «Саусалин». Сейчас лекарственное средство проходит клинические испытания. За короткие сроки в районе Юго-Восток по проспекту Шахтеров возвысились новые дома. Крупнопанельный девятиэтажный дом уже готов поселить своих первых жильцов. Строительные работы контролировал сам Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Наша съемочная группа побывала на месте стройки. В Караганде такие жилые комплексы строятся впервые. Качество, по словам экспертов, разработано по всем стандартам. То, что дом состоит из крупных панелей, гарантирует полноценное тепло и уют. Девятиэтажный жилой дом является российским проектом. Инвестируемой компанией является сам Руказна. Тот дом, который сегодня близко к завершению, буквально был построен за пять месяцев. И стоимость строительства данного дома была сокращена со 180 тысяч тенге по средней по республике за 135 тысяч тенге за квадратный метр. Это является достаточно хорошим и весовым результатом и вкладом в развитие нашей строительственной индустрии. Строительство жилого дома началось еще в мае. Буквально за пять месяцев дом зародился на глазах. В стройке объекта применяли наилучшие отделочные материалы. Мы спроектировали и начали строить жилой комплекс под названием «Женуя». Символичное название для Казахстана. Данный жилой комплекс – первый проект крупнопанельного домостроения в республике Казахстан. Как бы завершение, сегодняшнее завершение строительства дома символизирует то, что наш завод, как комбинат по производству элементов индустриального домостроения состоялся. Ну, наверное, вот тому это подтверждение. То есть родился завод, родился первый дом. За первым домом мы думаем, что будет второй, третий и так дальше. И это направление в республике примет массовый такой характер. По словам строителей, в квартирах зимой будет тепло, даже 40-градусные морозы. В будущем в городе планируется построить еще ряд таких 24-этажных жилых домов. Комплексу даже придумали символическое название «Айналаин». Однако стройку не могут начать из-за финансовых затруднений. Подобные дома строятся очень быстро, потому как многие материалы привозят нам с завода почти готовыми. В будущем по этой технологии мы планируем и дальше строить такие качественные дома. В новых квартирах очень уютно. В наборе от одного до трех комнат. По государственной программе «Доступное жилье 20-20» дома уже готовы к сдаче. Гульза Ацахова, Тулиген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Беременная ВИЧ инфицированной карагандинки грозит административное и уголовное наказание за отказ от лечения. Будущая мать ставит под угрозу жизнь своего еще не родившегося ребенка. Врачи опасаются того, что малыш может родиться зараженным. В настоящее время женщина находится на третьем месяце беременности. Специалисты Карагандинского областного центра по борьбе со СПИД бьют тревогу, так как вероятность рождения ВИЧ-инфицированного ребенка составляет 100%. Разъяснительные беседы медиков с пациенткой ни к чему не привели. Врачи Центра СПИД неоднократно обивали порог дома, где проживает ВИЧ-инфицированная, но безуспешно. Благодаря содействию полицейских женщина пришла в Центр СПИД, но принимать лечебные препараты все же отказывается. При выявлении ВИЧ-инфекции у нас существует профилактическое мероприятие и женщины мы также назначаем нашу антиретровирусную терапию в случае выявления положительного статуса. Также существует и профилактическое мероприятие в отношении ребенка. То есть ребенок, который рожден от ВИЧ-инфицированной матери, он получает также свою терапию в течение 42 дней. При соблюдении всех условий риск инфицирования ребенка снижается до 2%. В шахтерской столице разработали новый антипаразитарный препарат «Саусалин». Сейчас лекарственное средство проходит клинические испытания. Разработчики готовятся к его выпуску и хотят, чтобы его признали национальным брендом. Антипаразитарный препарат разрабатывается уже более 10 лет. Его авторами стали сотрудники Карагандинского научно-производственного холдинга «Фитохимия». Сейчас «Саусалин» проходит стадию доклинических исследований в Тюменском институте на сирийских золотистых хомячках. Как завершаться клинические исследования? Мы собираем полный пакет документов, специальные досье на данный препарат и представляем национальный центр экспертизы, где она попадает в фармакопейный фармакологический комитет, который дает разрешение для использования в дальнейшем нашему населению в качестве препарата. Со слов разработчиков, антипаразитарный препарат «Саусалин» уничтожает такие паразиты, как лямблии и аписторхи в организме человека. В мире подобных препаратов также нет. Аналоги сплошь синтетические. Поэтому его создатели хотят, чтобы лекарственное средство признали национальным брендом. Он вполне достоин стать нас брендом, потому что я уже как озвучила больных, которые заболели паразитозом гепатабилиарной системы, в том числе аписторхозом и лямблиозом, в Казахстане очень много. Это 11 тысяч человек на 100 тысяч населения. Это большая цифра. Как утверждают создатели, противолямблиозный и противоаписторхозный препарат будет не только эффективным в лечении, но и экономически выгодным. Его основной компонент выделяется из растений сосюрея и солончакова, которое в изобилии растет в Центральном Казахстане. Соответственно, производство значительно дешевле химических лекарств. К тому же в институте сейчас ведутся разработки еще ряда лекарственных средств. Все они, со слов сотрудников холдинга, основаны на природных растениях. Аймам Ринейсламбегуспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний очень необходимое дело. Проводение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки. Для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду. Не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Чиновников наказали за недисциплинированное поведение. Председатель дисциплинарного совета Жан-Дос Сарсенов отчитал госслужащих за распитие спиртных напитков в общественных местах и невыполнение должностных обязанностей. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня на дисциплинарном совете отчитали за светившееся плохим поведением чиновников. Руководители Карагандинского департамента государственного имущества и приватизации Марсу Галиеву сделали строгое предупреждение за употребление алкоголя в людных местах. Также в черный список попал заместитель руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Ахан Джусыпов. Со слов докладчиков на него неоднократно поступили жалобы от бизнесменов о бездействии. Каждый месяц к нам поступает 7-8 жалоб. Каждое заявление мы внимательно рассматриваем и стараемся принять соответствующие меры. Вы несете большую ответственность, и это прежде всего важно для вас. Выговоры получили заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Дарын Булкаир и специалисты отдела образования Умарханов и Алдебергенов. А заместитель руководителя отдела занятости Актогайского района и вовсе признан недостойным занимать свою должность. Главному специалисту департамента естественных монополий Лукпановой также объявлен выговор. Вакимат Нуринского района направлено на рассмотрение дела в отношении начальника отдела образования. Со слов докладчиков, правительство рассматривает новый законопроект, который ужесточит наказание за невыполнение должностных обязанностей. Это позволит очистить ряды госслужащих от неразивых работников, поясняют специалисты. Ведь за нынешний год в регионе рассмотрели 9 коррупционных дел, в которых замешаны госслужащие. Диана Рамазанова, Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Потянули за ниточку и обнаружили серийных воров. В Караганде сотрудниками полиции задержан 38-летний житель города Якибастуза и его подельник, которые подозреваются в 24 фактах краж чужого имущества. Таких любителей поживиться за чужой счет называют гастролерами. Правоохранительным органам на чужой территории их сложнее вычислить. Правда, в определенных кругах таких нахалов не уважают. Подобные воры находятся под постоянным страхом схлопотать от своих либо попасть в полицию, что и случилось с экибастузскими ворами. Их кражи пресекла полиция. 11 октября 2015 года сотрудниками Восточного отдела полиции УВД города Тимиртау в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль» задержаны 38-летний житель города Якибастуз и 23-летний житель города Тимиртау, которые дали признательные показания, что 11 октября текущего года на территории города Тимиртау, разбив боковое стекло из автомашины ВАЗ-2108, похитили имущество. В ходе предварительного расследования задержаны дали признательные показания по 23 аналогичным фактам подозреваемого во дворинный изолятор временного содержания проводится досудебное расследование по статье 188, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Покупателем у мастера по дереву из Шахтинска стал сам президент Нурсултан Азарбаев. Художник Ермек Карим вот уже несколько лет занимается изготовлением деревянных изделий. Сейчас его хобби переросло в семейный бизнес. 34-летний Ермек Карим вспоминает, как к нему за прилавок на одной из ярмарок в столице подошел президент. Он купил у него детские деревянные сувенирные мечи. Со слов мастера он денег брать не хотел, но Нурсултан Абишевич настоял. Нурсултан Абишевич подошел ко мне на ярмарке, посвященной 550-летию казахского ханства. Купил у меня несколько мечей. Это большая честь для меня. Ермек живет в Казахстане уже около 10 лет. Когда-то он вместе с семьей переехал на историческую родину из Китая. Сначала он работал в местной шахтинской школе искусств. Учил детей рисовать. Вскоре мужчина открыл свой столярный цех на дому. Его небольшая мастерская, на первый взгляд, совсем неуютная. Но именно здесь художник творит настоящие чудеса. «Сейчас огромный спрос на посуду с национальным орнаментом. В час я могу сделать две такие чашки. Всего за день около десяти». Посуда, инструменты, сувениры – все сделано вручную. Каждый предмет расписан в национальном колорите. Все детали сделаны с любовью к родине, говорит Ермек. В доме мастера все сделано его руками. Недавно художник начал ремонт. Правда, пока он не закончен. Мужчина пытается украсить стены и потолок жилья казахским орнаментом и элементами шанырака. Сейчас он передаёт свои знания ученику. В будущем хочет обучить этому ремеслу и своих детей. «Я с детства наблюдал, как мой брат ковал железо и делал резьбу по дереву. Он был настоящим ювелиром. Именно он стал для меня примером. Моё ремесло доставляет мне удовольствие. Каждый раз, когда я делаю что-то, я радуюсь, что мой труд не напрасен. Сувениры и посуда будут доставлять радость народу». Дамир Ибраев занимается у учителя Ермека всего один месяц. Парень признаётся, что пока у него не всё получается. Однако он не сдаётся. Благотерпение у мастера золотое, говорит Дамир. «Человек, он сам по себе очень хороший. С него отличный учитель. Дальнейшие планы у нас вместе, по идее, развиваться. И мне надо ещё много чем научиться». Дерево Ермек привозят специально из Кокчетау. Со слов мастера, для изготовления посуды в основном он использует берёзы. В будущем мужчина мечтает расширить свой цех. Пока на это не хватает денег, признаётся он. В Карагандинской области были подведены итоги акции под названием «Приёмная на дороге». Жители населённых пунктов смогли получить консультацию на должном уровне по всем интересующим их вопросам от правоохранительных органов. Подробнее о проведённой акции вы узнаете в следующем сюжете. Инициаторами акции стали Управление административной полиции ДВД Карагандинской области и Карагандинский филиал партии Нур-Атан. Маршрутом проведения мероприятия был выбран город Караганда, Сакаровка, Баймарза, так как по этой территории проходит республиканская автодорога Алматы-Екатеринбург, где в данный момент идёт реконструкция четырёхполосной магистрали. Основной целью данного мероприятия является разъяснение норм законодательства в работе органов внутренних дел, укрепление имиджа правоохранительных органов в глазах общественности, оказание гражданам правовой консультативной помощи, а также повышение доверия населения к административной полиции. За этот период мы уже успели посетить практически все города и районные центры нашей области. И сегодня в очередной раз мы встречаемся в вашем районе. Также стало известно, что акция проводится с 2009 года по всей территории республики. Всего при проведении встреч в Осакаровском районе Карагандинской области было опрошено посредством анкетирования 159 человек. В ходе встречи от жителей посёлка Осакаровка поступило 22 проблемных вопроса. Жители жаловались на состояние дорог республиканского значения, а также на скотократство. Проведено 293 приема. По сравнению с прошлым годом рост обращений идет на 17,5%. Всего поступило за 9 месяцев в этом году 2728 приемов, в прошлом году 1990. Рост на 27%. По окончанию встречи с населением стражепорядка провели прием граждан по вопросам деятельности административной полиции. Жители населенного пункта обращались с вопросами регистрации транспортных средств, получения водительских удостоверений по различным категориям. Кроме того, обратившиеся могли получить информацию об умеющихся штрафах на заронарушение и по вопросам угнанного и похищенного автотранспорта. Далее передвижной пункт приемная на дороге продолжила свою работу в селе Баймарза Бухаржиралского района. Осель Сознобаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Завершение еще об одном. Румынское культурное общество ДАЧЕ отпраздновало свое десятилетие. Для гостей была организована обширная программа, а также пришедшие могли полностью окунуться в мир румынской культуры и народных традиций. Поздравить именинников приехали и почетные гости. Чрезвычайно полномоченный посол Румынии в Казахстане Николай Урике и государственник секретарь по делам румынской диаспоры за рубежом Министерства иностранных дел Румынии Себастьян Ходко. В ходе визита была проведена встреча с заместителем Акима области Ануаром Ахмеджановым, где были обсуждены вопросы развития социально-экономических взаимоотношений между Румынией и Карагандинской областью. Гости посетили памятник румынским жертвам политических репрессий в Спасском мемориальном комплексе, где были возложены цветы в память погибших. Я очень рад побывать на землях Великих Степей. Отношения между Казахстаном и Румынией развиваются очень динамично. Благодарю Казахстан за поддержку румынского общества в стране. Я хочу, чтобы связи между странами были по-прежнему крепкие и исключительно дружеские. Благодаря мудрой политике нашего президента Нурсултана Абишевича сегодня в Казахстане дружности существует более ста этносов. Поддержка представителей различных общественных объединений нашего города послужила доказательством дружбы народности Караганды. Выступает этнофольклорный ассамбль Дороли. В этом году именно примечательно то, что мы собрали как старые коллективы, так и новые коллективы, объединили в одно целое, и мы подготовили такой некий сюрприз для всех. То есть это будут танцы, так и с прошлых годов, так и новые. И также мы попросили наших друзей, то есть это этнофольк-группа Романия, то есть вообще это румынская группа, и мы их пригласили сюда также выступить с нами. То есть в наших планах это выступить с ними и на одной сцене, то есть вместе спеть, также они будут выступать сольно. По сей день этнофольклорный ансамбль Дачи с успехом работает и активно участвует во всех мероприятиях Казахстана, также и далеко за пределами нашей страны. Общество прежде всего ставит перед собой задачу возрождения и развития культуры, родного языка, а также укрепление взаимопонимания между народами. У нас есть воскресная школа, которая работает, также мы открыли лекторат румынского языка в нашем Каргусском государственном университете имени Букетов, где преподается румынский язык. Также у нас много связей сделано для этого, поэтому сейчас очень много студентов из Каргу, сейчас учатся пять человек, учатся в Румынии. Наши дети, я сам лично в этом году еще человек шесть провел, сейчас вот девушка будет выступать на сцене, после этого уезжает в Румынию опять на мастера отучиться. То есть совместная работа идет постоянно. Приглашенные могли наблюдать яркий танец «Имплотита энтрей», который помог солистам ансамбля Дачи завоевать гран-при на фестивале в Румынии в 2012 году. Зрители с интересом любовались красочными концертными номерами участников, выступающие через звонкие песни и зажигательные танцы смогли передать все красоты культуры и народа. А сердце Замбаева – это леген Рашидов Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин